Эту тему обсудим с политическим комментатором, ведущим Ходорковский лайв, Дмитрий Ловский с нами на связи. Дмитрий, рада вас приветствовать. Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Вот как-то на днях мониторил и российские СМИ, в целом, что там происходит вообще в вопросах мобилизации, милитаризации в целом. Я обратил внимание, что вот даже в пеленке заворачивают детей военные. Видели, да, эти кадры, где вот в вот этом камуфляже сразу заворачивают детей? И у меня сложилось такое ощущение, анализируя жизнь, допустим, мирного цивилизованного Европейского Союза и Российской Федерации. Вот в Европейском Союзе делается все для того, чтобы жить, в Российской Федерации складывается ощущение, делается все для того, чтобы воевать. Вы согласны с этим мнением? Ну, я бы даже сказал, что не то, что воевать, а скорее даже умирать, если учитывать все сложившиеся тенденции и логику военных действий, которые мы сейчас наблюдаем, то да, непременно так, действительно. И пропаганда, и реклама, и маркетинг, и как будто все работает вокруг так называемой специальной военной операции. Меня вот недавно удивил еще ролик, который Минобороны сделал, рекламируя службу по контракту. Там, значит, такая история, что вот хватит таксовать, хватит, значит, быть фитнес-инструктором, хватит работать охранником, например. Идите лучше вот на войну по контракту. То есть, по факту, вот этим роликом, о котором вы говорите, я тоже его видел на днях, они унизили спортсменов, которые занимаются в спортзале, да? Там был пример спортсмен военный, таксист, который предоставляет услуги по перевозу людей, на работу ту же самую. Кто там еще был у них? Вы знаете, там таксисты, охранники и, собственно говоря, спортсмены. Таксистов в России где-то тысяч пятьсот, по-моему. А охранников порядка миллиона. Миллион человек, представляете? Ну, там это в основном, конечно, бессмысленное отбывание какой-то должности, просиживание штанов где-то на вахте. Но не будем об этом. Наверняка есть и охранники, которые занимаются делом. Где-то порядка двухсот, трехсот тысяч человек, которые работают в фитнес-индустрии. Вот всех их взяли, в одну, значит, кучу, и просто плюнули, сказали, ребята, вы вообще фигней занимаетесь, вот лучше идите на фронт, там воюйте, таким образом вы будете полезной родиной. Я вот, вы знаете, в России есть такой закон возбуждения ненависти, статья, вернее, уголовного кодекса, возбуждения ненависти к определенной группе людей или к определенной страте, как-то так называется. Вот я бы на месте профсоюза таксистов сейчас бы какой-нибудь иск бы накатал на Минобороны. Ну вот оскорбляют целую профессию, обижают, говорят, что ерундой занимается, лучше идите помирать куда-то под бахмут. Ну вот, мне кажется, может быть, такие перспективы есть у такого иска. Была фраза, такой ли жизни ты хотел, и показывают, мол, идеал и эталон с огромной буквой Z на груди, идти убивать людей. Дмитрий, это же продолжение, и Путин же говорил, что жизнь слишком преувеличена, вот эти 20-30 лет, это на самом деле, да, и потом там Маргарита Симоньян тоже говорила, что это ничего, вот эти годы, главное аж как, ну, да, умереть, защищая родину. То есть риторика такая была? Да, не в луже собственные блевотины, как говорил тоже Путин, и влача какое-то мерзкое, бессмысленное существование. Ну, вы знаете, это все напоминает, честно говоря, секту. Как будто у власти в Российской Федерации сейчас сектанты, которые проводят черной набор рекрут в свои ряды и хотят, видимо, каких-то человеческих жертвоприношений. И вся агитационная пропаганда, вся агитмашина огромная работает только в этом направлении. У меня есть тут несколько надежд. Во-первых, на знаменитую русскую авось, но вот необязательность чиновников, необязательность разных структур. Мне кажется, что если с таким мастер-винением работает государственная машина на верхах, да, то я думаю, что исполнители, наверное, где-то все-таки могут как-то что-то пропустить, где-то спустить на тормоза, где-то что-то сделать спустя рукава, так сказать, во-первых. А во-вторых, я думаю, что и русский человек тоже в этом плане, которого зовут на войну, да, он все-таки, конечно, во многом не поворотлив. И каких-то активных действий, наверное, сам он предпринимать, ну, по природе своей, наверное, не очень любит. Поэтому если вот надо куда-то идти, записываться, что-то делать, ну, вот это, конечно, на самом деле перебор. Ну, хотя вот мы сейчас смотрим с вами кадры, да, я так не узнаю издалека, но это какой-то один из московских парков, по-моему, ВДНХ. Кстати, я жил там рядом, и вот в воскресный день отцам, детям, матерям предлагают пойти помирать с помощью таких ярких брошюр и стендов. Ну, это дичь, и, к сожалению, люди просто не понимают, что это не флайер в Диснейленд, а это путевка в загробный мир. И, кстати, так сложилось, да, выправы, это похоже на ВДНХ, и несколько остановок на монорельсе, и там Красостанкино, откуда это все так же и исходит. Но, в свою очередь, также стоит отметить, что вот сейчас мне так кажется, быть может, просто я работаю с этой информацией, мне так кажется, но сейчас очень много информации, очень много пропаганды, призывающей на войну, призывающей на мобилизацию. И те действия, которые сейчас внедряются и с цифровизацией оповещения о приходе в военкомат, повестки цифровые, да, и в дальнейшем о запрете выезжать из страны без разрешения военкомата, пахнет каким-то рабством, ну, либо же войной без объявления войны. Ну, вы правы, это некий откат назад, это полная регрессия, крепостное право, рабство, тут можно какие угодно исторические аналогии применять. Но, вы знаете, тут дело в том, что, конечно, само слово «война» Российская Федерация дико боится, потому что они до сих пор же не вводят военное положение, до сих пор называют это специальной военной операцией. Хотя пропагандисты требуют, чтобы это называли войной, чтобы объявили уже всеобщую мобилизацию, чтобы всех мужиков нормально загребли и отправили бы на фронт. Но занавес железный, конечно, потихонечку опускается и падает, и возможности для того, чтобы не стать частью тоталитарной машины в Российской Федерации, остается все меньше и меньше, к сожалению, действительно так. И, конечно, уже Россия – это абсолютно тоталитарная страна, никакой автократии, никакого авторитаризма. Но государство уже лезет совершенно повсюду, хочет быть у вас на кухне, в постели, в утюге, и хочет контролировать все, что вы делаете, от интимной жизни до готовки. Давайте тогда вспомним мы об этом законе, об электронных повестках. Я напомню, теперь получившего уведомление от военкомата даже на госуслугах могут просто не выпустить из страны, но все же выехать еще возможно, возможно где-то это нелегально и сделать. Я, насколько понимаю, Дим, это единственный сегодня реальный вариант бежать от мобилизации, это нелегально выехать из страны. Ну, даже легально можно выехать, еще легально, да. Есть пока возможности выезда, летают самолеты прямые в некоторые страны, например, в Армению можно купить билет в Саум за те же деньги, что и обычно, там порядка, наверное, я сейчас скажу, около 120 евро, по-моему, стоит билет. Ну, я думаю, что можно себе это позволить. Но, вы знаете, многие ведь уже уехали. Сейчас мы какого-то массового исхода по каким-то причинам не наблюдаем. Может быть, люди ждут, когда вот начнут реально приходить эти цифровые повестки. Ну, говорят, они уже стали приходить в Питере, в каких-то еще других российских регионах, в Волгограде, по-моему, тоже. Новая практика, да. Но, в целом, я думаю, что тут сам факт этих электронных повесток не так страшен, потому что, ну, как бы это, ну, теперь электронные повестки, окей. Я думаю, что скоро будут просто хватать на улицах, на предприятиях, как это, собственно говоря, уже делают в так называемых сам ЛНР-ДНР, да, вот в этих бандитских формированиях. Мне кажется, лучшие практики от этих регионов, регионов, которые Россия отжала себе, перейдут постепенно из провинции в митрополию. Раз, Дмитрий, хотел, и в продолжение, вот говоря об электронных повестках, пока не наблюдается, да, усиленного выезда. Почему? Наверное, потому что то, что вы и объяснили, когда массово и пойдут эти повестки в электронном виде на госуслугах. За этот ответ вас благодарю. А вот в продолжение вы вспомнили сейчас прокси образования Российской Федерации, ЛНР-ДНР, о них шлось, и о том, как там происходят мобилизационные процессы, шлось в материале наших коллег, которые мы презентовали. Я хочу у вас спросить, ну, по факту, несмотря на признание этих прокси образования ЛНР-ДНР, то, что сделал Путин в 2022-м, накануне 24-го, 22-го февраля это было, на самом деле, я, насколько понимаю, законодательство и в Российской Федерации не работает так, как оно должно работать в защиту своих граждан. А на этих территориях, я так понимаю, законодательство Российской Федерации в вопросе мобилизации, ну, абсолютно никаким образом, простыми словами, там абсолютно бесправны те, кто попадает в руки тех, кто занимается вопросом мобилизации. Правильно я понимаю? Да, я с вами согласен, совершенно верно. И действительно, получается так, что вы так красиво его сказали, прокси образования, я даже удивился. Но, по сути, это дикое поле, если вам интересны такие исторические аналогии, где не действует никакое право, никакие законы, пытаются как-то что-то привести к какому-то общему знаменателю, но не работает. Например, мы знали, что призыв не коснется тех граждан, которые сейчас находятся на оккупированных территориях. Ну вот, ничего подобного. Коснется всех. Добро пожаловать в Россию. Здесь все как у нас, поэтому, как бы, нечего тут ждать. Что там происходит с точки зрения законодательства, с точки зрения местной власти? Это одному, Господу Богу, известно, мне кажется, и то он смотрит на это сквозь пальцы и предпочитает как-то побыстрее переместиться над планетой, когда полетает, наверное, над этими территориями, над этими опухолями, давайте так скажем. Но, тем не менее, мы знаем, что работает некий социальный лифт для чиновников, которые трудятся в ЛНР и ДНР, так называемых, да? Их переводят то в правительство, то в другие регионы. В общем, как-то пытаются миксовать эту колоду карт. Но, честно говоря, от перестановки кровати в известном учреждении, кажется, ничего не меняется. Если говорить о будущих действиях российской власти, видя, как они постепенно ужесточают абсолютно все правила, ну, в целом, если обобщить жизнь, ужесточают и ищут максимальное количество личного состава для продолжающейся войны. Кстати, это мнение подтверждают и военные аналитики Американского института изучения войны. Я не говорю о последующей реакции самих россиян. Я говорю о последующих действиях. Какие они могут быть у Путина? И как может поменяться риторика, видя, как уже меняется риторика в отношении так называемой СВО, что, мол, отменяют парады, окапывают полностью оккупированный Крым, готовятся к контрнаступлению вооруженных сил Украины. Об этом очень много говорят в студиях Скобеева, Соловьев и так далее. Как же может сейчас меняться риторика? Вы знаете, я думаю, что тут надо обратить внимание на слова человека, которого мы знаем как Пригожин, патриотические, псевдо-патриотические, давайте так скажем, паблики и телеграм-каналы называют «Самой перспективной политикой России». Недавно он выпустил программный текст, в котором сказал, что пора заканчивать уже все это безобразие, необходимо взять те территории, на которых мы сейчас находимся, и там укрепиться и закоптиться. Вот я полагаю, что в целом на ближайшее время тренд будет таким. Не постараться сдержать украинское контрнаступление и не идти вперед, а попытаться выдать вот ту победу, которая имеется сейчас, те результаты, которых сейчас достигли, за достижение цели специальной военной операции. Вот мы свое взяли, теперь давайте тут как-то продолжать окапываться, укрепляться и ставить российские триколоры. На мой взгляд, тренд в ближайшем времени будет таким, по крайней мере, в риторике, в головах и в телевизионных экранах. А на завершение, вот те месседжи о том, чтобы на 9 мая якобы закончить так называемое СВО, вы в это верите в целом? Нет, я в это совершенно не верю. Это нумерология. И, конечно, в окружении Путина есть люди, которые вот так вот активно мечтают о каких-то датах, цифрах и так далее. И мы в том году, кстати говоря, тоже помним, что такие же разговоры были, слухи, что вот 9 мая объявят, значит, еще одну победу. Мне кажется, что сейчас к 9 мая просто нечего подарить, нечего упаковать, нечего преподнести где-то вот на Красной площади липовым ветеранам, которые там собираются. Не думаю, что сейчас что-то получится сделать. Ну, хотя, вы знаете, с другой стороны, мы же знаем, что администрация президента живет в какой-то своей реальности, сама формирует смыслы, победы, какие-то движения и тенденции. Поэтому ничему не удивлюсь. Но я думаю, что все-таки украинское контрнаступление начнется. И скрывать его совсем, мне кажется, просто не получится. Спасибо вам большое, Дмитрий, за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню, политический комментатор, ведущий Ходорковский, Лайв Дмитрий Ловский с нами был на связи.